Трагическое ЧП в Заволжском районе Ярославля. При пожаре в жилом доме 82 по заливной улице погибли мужчина и женщина. Еще 10 остались без крова, в том числе трое детей. Руководитель города Владимир Слепцов поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь и выделить им комнаты в общежитиях маневренного фонда. На месте происшествия побывала Нина Свеченькова. Ой, ну что ужас. Ну же, честно говоря, ужас. Не желаю никому пережить такое, бегать вокруг дома. Ну, меня-то разбудили, я в самой дальней. То есть началось-то отсюда, с этого края гореть. Вот, и я выскочила в ночнушки, естественно, только в райку одела. Вот, как бы, тут уже искры. Снег тает с крыши уже, я вам вся мокрая была. В сгоревшем доме проживали 5 семей, всего 12 человек. Часть комнат выгорела полностью, другие в таком состоянии, что жить там нельзя. Этот район частного сектора, где близко стоят много деревянных строений. Местные жители говорят, если бы ночью был ветер, то огонь перекинулся бы и на соседние дома. У меня окна вот во двор, и меня разбудили звонком соседка. Я когда вышла в час десять, здесь уже полыхал огромный огонь. То есть весь, все люди, все жители уже повыскакивали, они все были на улице, кроме них. К ним нельзя было попасть, потому что, в общем-то, выскакивали, а потом пошло пламя. У них было заперто, и, в общем-то, и боялись подходить, во-первых, не знали, отключен или не отключен газ. Когда пожарные взломали дверь, было уже поздно. В комнате обнаружили два трупа. Погибли 31-летняя женщина и 38-летний мужчина. Соседи рассказали, что в тот злополучный вечер они много пили и даже приходилось вызывать полицию. Затем пара, видимо, крепко уснула и не смогла выбраться из горевшего дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Очаг возгорания находился на чердаке. Электропроводка там была выполнена кустарным способом. Городские власти сейчас оказывают помощь пострадавшим. Уже утром в районной администрации первые погорельцы получили ордера на проживание в маневренном фонде. Им выделили комнаты в общежитии на пятерке. На сегодняшний день погорельцам будет оказана единоразовая временная выплата. Также будет оказана вещевая и продуктовая помощь. И в настоящее время ведется подбор маневренного фонда для временного расселения погорельцев, которые пострадали от данного пожара. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала организовать рейды по неблагополучным домам частного сектора в преддверии грядущих новогодних праздников. Кроме того, профилактическую противопожарную информацию теперь собираются размещать на квитанциях об оплате коммунальных услуг. Нина Свичникова, Василий Мосин.